Приветствую всех зрителей моего канала. Я еще не до конца разобрался с освещением, но вот эти съемки уже делаются в кое-как в приличных условиях. Так, сегодня мы с вами, друзья, будем паять небольшой кит-набор с Китая. Стоимость я уже не помню сколько, но интересная штука мне показалась. В конце, уже после того, как вот эта штука доехала, я заметил один небольшой параметр, в частности это выходной ток, и именно это не устраивает. Поэтому попробуем изменить этот косяк. Несколько слов о наборе. Это полноценный кит-набор. Переходите, в описании будет ссылка, посмотрите, стоимость уже не помню. Кит-набор из себя представляет DC-DC повышающий конвертер с 5 вольт на 12 вольт на микросхеме МЦ304063. Достаточно популярная. В описании будет также ссылка на дотащи, ссылка на схематические варианты. На этой микросхеме можно построить как повышающие, так и понижающие, так и инвертирующие преобразователи напряжения. DC-DC. С выходным током, если не ошибаюсь, до 1 Ампера было, ну как минимум 1 Ампер, именно на этой микросхеме, без дополнительного транзистора, поскольку в самой микросхеме содержится уже ключевой элемент. Так, микросхема выпускается вот в таком корпусе, это у нас D8. Сейчас делаем поближе. Вот так. Китайцы предусмотрели вот такую петлю для установки непосредственно самой микросхемы и быстрой замены без паяльника. Несколько разъемов плюс проводки для входа и выхода, резисторы, светодиод, ну в общем полная комплектация. Не устраивает следующий момент. Кстати, печатная плата тоже на достаточно высоком уровне. Тут присутствует и паяльная маска, и шелкография. Что не устраивает в общем? Не устраивает то, что выходной ток с этого модуля составляет всего в 60 мА. То есть на выходе у нас 12 вольт, при токе 60 мА. Разумеется, этого хватит для запитки небольшой, скажем, светодиодной линейки от источника в 5 вольт. Но для каких-то серьезных целей этого недостаточно. Кстати, чуть переоборудовав эту плату, можно сделать на базе этой вот именно платки неплохой повербанк, которая будет преобразовывать напряжение в 3,7 вольт, скажем, в 5 вольт для зарядки мобильных телефонов. За выходное напряжение отвечают всего лишь два резистора, которые представляют из себя резисторный делитель. Так, есть тут в схеме у нас, в общем-то жаль, что схему я не распечатал. Есть конденсатор, вот такой маленький, на 1000 пик, на конденсаторе, глаза уже колят. Вот, то ли 301, то ли 101, в общем, не помню маркировку, точнее, не видно маркировку. Так, этот конденсатор у нас отвечает за рабочую частоту встроенного генератора микросхемы. Вообще-то советуется делать так, чтобы рабочая частота встроенного генератора не превышала 100 кГц. Это максимум, оптимальная, вернее, да, рабочая частота, ну, оптимальная от 70-60 кГц до 100 кГц. За выходной ток у нас будет отвечать, вообще-то я тут посмотрел схемку, точнее, компоненты. Все компоненты нам позволяют снять более большие выходные токи, но китайцы вот поставили такой вот дроссель. Этот дроссель похож на резиста, но дроссель, он, судя по маркировке, сейчас на 150 микрогенри должен быть. Сейчас посмотрим на плате, да, все верно, 150 микрогенри. Замена этого дросселя мы можем пропустить более большие токи и этим увеличить основной выходной ток. Но такие вот дросселя валяются не в каждом углу, поэтому я откопал с компьютерного блока питания дроссель вот такой, более мощненький, уже на гантельке намотан ферритовой, на 6,8 микрогенри. Будем использовать его, я, если честно, не знаю, какое у нас, в принципе, изменится ли от такой замены выходное напряжение, но, в общем, стоит попробовать. Может быть, получится совсем другой прибор, который мы не ожидали получить. Что нужно для, в принципе, пайки? Ну, все компоненты у нас имеются, нам нужен паяльник, который у меня уже разогрет, небольшой припой, небольшой кусочек, и, конечно же, сосновая канифуль. Поскольку вот некоторые резисторы имеют маленький допуск, маленький допуск, то есть с петью кольцами тут, а голубоватый фон этих резисторов не позволяет разглядеть маркировку, а на плате все подписано. Я буду использовать отдельный транзисторный тестер для того, чтобы четко увидеть, что паяю и куда. Так, ну, транзисторный тестер пока в сторону. И, в принципе, давайте начнем пайку. Недавно один из моих зрителей написал, во время, когда я собирал кит-набор, комментарий был, написал, не легче ли пайку на часть дискретных компонентов. Разумеется, устанавливая там мелкие пассивные компоненты, там резисторы, маленькие конденсаторы, так лучше. Но, в принципе, зависят только и только от того, кто собирает. Мне лично, в принципе, удобно и так, и так. Особой сложности нет, особенно с учетом того, что плата у нас маленькая. Так, ну, я установил уже вот такую панельку под микросхему. И, блин, опять же, неудобно все-таки паять мне. Нуждаюсь в третьей руке. Я думаю, что китайские коллеги вышнут в подарок такую третью руку. Так, теперь уже можно начать пайку непосредственно резисторов. Тут все на плате подписано. Я даже вот без тестера уже, глядя на маркировку, буду паять. Ну, помимо ранее указанных именно непонятных резисторов. Вот тут у нас есть резистор на 4,7 кОм. Давайте запаяем. Насчет светодиодов. В схеме у нас имеется также и светодиод. Он стоит, стоит так, как раз на питании. То есть, output. Я, правда, не понимаю, зачем китайцы поставили светодиод именно на выход. Без того и тут выходной, именно выходной ток достаточно маленький. Хотя этот светодиод будет свидетельствовать о том, что имеется у нас на выходе кое-какое напряжение, которое достаточно для того, чтобы светодиод засветился. Так, конденсатор. Он на 100 пикофарад. Да, вот сейчас на плате уже видел. 100 пикофарад. Это частотозадающий конденсатор у нас. Так. Дальше. Конденсаторы есть также керамические с емкостью. 0,1 микрофарад стоят во входном и в выходных цепях. Как помеха подавляющая. Резистор на 10 кОм тут у нас должен быть. Ой, за такой нудный голос, простите. Только что вышел из ванной и хочется спать. Думаю, знакомое многим явление, но решил завершить вот именно. Поскольку с утра получил посылку, времени не было для того, чтобы снять. У меня, в общем-то, интересно много интересных проектов, о которых я уже говорил в своих видосах. Но, вот, до недавних пор еще не смог, не мог завершить. Сейчас уже потихоньку завершаю. Заснял видеоролики. И уже буду выкладывать на свой канал. Так что подписывайтесь, если кто не подписан. Так. Платочка все-таки загрязняется от канифоли, но канифоль лучше всякого флюса там. Особенно китайского непонятного производства. Так, ну, вроде бы все. Осталось нам только запаять именно светодиод. Светодиод, кстати, мы тоже можем проверить. Ну, тут анод это у нас... В общем, не знаю, давайте проверим. Китайский светодиод, мало ли что. Так, в общем, анод это у нас третий. То есть тот, что с этой стороны. А это значит, что... То, что вот торчит вертикальным образом, это у нас анод. А катод это у нас чашка. Вот в прошлом ролике я смотрел, все было наоборот. Давайте вот попробуем подключить наоборот. Может, это глюк тестера. Хотя этот тестер почти никогда не ошибается. Да, совершенно верно. Так, может, что-то я неправильно смотрю. Просто у этих вот именно светодиодов все с точностью да наоборот. Ну, нет, все верно. Так, запаяем так, как китаец подписал. И китаец подписал. Вот так. Можно впритык прям запаять. Так, ну, все вроде, да. Ну, все, да. Давайте сейчас, знаете, что сделаем? Давайте родной вот дроссель поставим именно, но с обратной вот стороны, чтобы было легче потом выпаривать. Посмотрим, какой выходной ток. Мы сделаем небольшой замер. Притащу сюда стрелочный амперметр. Мультик, чтобы измерить выходное напряжение при определенном токе. И также, когда убедимся, да, что выходной ток не более 50, а 60 миллиампер, который заявил производитель, мы заменим дроссель вот на такой, который ранее планировалось поставить. И посмотрим, что изменит эта замена. Друзья, ну вот, в принципе, притащил я сюда индикаторы. Вообще люблю именно стрелочные приборы, исходя из личного опыта. Во-первых, с ними нет проблем именно со скоростью обновлений. Во-вторых, они не нуждаются в дополнительном питании. Хотя и вот не такие уж точно, как современные цифровые индикаторы. Что у нас есть? Для начала поясню. У нас есть вольтметр, амперметр. Подключены они уже в цепь. В случае вольтметра одно деление равноценно 0,5 вольта. То есть полувольт и одно деление. В случае амперметра каждое деление у нас... Одно деление это у нас... Сейчас... Получается... Ну что-то 20, да? Да, 20 миллиампер. Максимальные именно ток, которые будет показывать наш амперметр, соответствуют 1 амперу. Так, что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно рассчитать сопротивление нагрузочного резистора. Беда в том, что у меня нет нормальной нагрузки. Нужно будет именно серьезно ободумать в этой направлении. То есть купить... Сделать либо эквивалент нагрузки, либо большой реостат мощный купить с Китая. Не знаю, есть или нет. Так, в общем, как делается расчет резистора и вообще как подключается вольтметр-амперметр в цепь постоянного тока, думаю, все знают. Если кто нет, я уверен, что найдутся и такие. Мой канал, в частности, много начинающих смотрит. Поэтому специально для них вольтметр подключается в цепь постоянного тока параллельным образом. То есть к выходному плюсу и к минусу. Соответственно, плюс и минус вольтметра. В обратном подключении у нас стрелочка будет отклоняться в противоположную сторону. В случае амперметра. Амперметр подключается последовательным образом. То есть последовательно выходной нагрузки. Так, в качестве выходной нагрузки у нас будет нагрузочный резистор 1-ваттный. Можно и 2-ваттный. Стоило бы 2-ваттный, но я такой не нашел. Да и вообще резистор не тот, который нужен. Как расчет делается в случае резистора нагрузочного? Мы знаем, что. Мы знаем вот следующие параметры. Это в частности на камеру, не знаю, видно будет. Выходное напряжение, которое соответствует 12 вольтам. Выходной ток. Давайте обозначим. Выходной ток у нас 60 мА. Все верно. Это то, что заявляет производитель. Нам нужно именно сделать расчет для нагрузочного резистора, чтобы проверить именно то, что нам сказал производитель. Ток в 60 мА. Для этого воспользуемся фундаментальным законом дядюшки Ома. Нагрузочный резистор в участке цепи рассчитывает по следующей формуле. Где у нас действующее выходное напряжение и у нас сила тока. Притом, сила тока в амперах. То есть, в случае выходного заявленного тока 60 мА, этот параметр в расчете именно напишем 0,06 А. Исходя из этой формулы, сопротивление нагрузочного резистора у нас должно быть где-то 200 Ом. Это значит, что при таком нагрузочном резисторе нам удастся снять максимально заявленный ток без падения выходного напряжения. То есть, при том, действующее выходное напряжение у нас будет держаться стабильно на уровне 12 В. Так, ну, нужно и сделать расчет мощности, выделяемой на резисторе, но в принципе, в принципе, в этом нет нужды. Так, нагрузочный резистор у нас, к сожалению, 200 Ом не нашлось, поэтому он на 150 Ом. Подключаем блок питания, точнее, модуль DC-DC преобразователя к блоку питания, лабораторному, моего производства. Так, напряжение, действующее на входе, сейчас 5,1 В. Подключил я, на выходе видим мы 11,5 В, ну, с учетом погрешности приборов, ну, 12 В округлим для именно частоты расчетов. Так, дальше подключаем именно амперметр, собственно, нагрузочный резистор, и с помощью амперметра мы будем видеть ток. Я тут перепутал немножечко с разъемом, поэтому черный у нас провод выходной минус, а красный, ой, черный у нас выходной плюс, красный у нас выходной минус. Так. Походу я неправильно думаю, подключил, да, совершенно верно. Просто, просто свет колет глаза, все, что вы видите черным, я вижу уже белым. Так, и подключаем наш нагрузочный резистор, и насчет деления именно амперметра в вольтметр я пояснил. При такой нагрузке в 150 Ом у нас, разумеется, будет небольшая просадка, вот, наблюдаем просадку, я думаю, не более 0,2 В. И раз, два, три деления у нас, раз, два, три, ну, почти четыре деления, почти четыре деления. Это значит, что четыре на двадцать у нас получается 80 миллиампер тока. Выходной ток у нас составляет 80 миллиампер. И напряжение уже начало падать в пределах 0,2 В. То есть то, что нам написал китаец, это 60 миллиампер, это максимальный отдаваемый ток, что полностью соответствует реальным показателям, проверено в деле. Еще хочу именно показать вам некоторые вот способности этого небольшого блока питания. Я не знаю, насколько хорошо будет виден сейчас вам вольтметр, постараюсь показать второй камерой. Так, вот действующее выходное напряжение показывает вольтметр. Питающее напряжение около 5 В. Мы можем, обратите внимание, я сейчас буду поднимать, и сейчас уже 6 В. Обратите внимание на стрелочку вольтметра, которая никак не меняется. То есть уже напряжение в 9 В, в 10 В, это входное напряжение. 11 В, 12 В и уже начало расти. До 12 В разница между, в принципе, выходным напряжением не чувствуется. Минимальная граница входного напряжения, при котором выходное будет держаться на уровне 12 В, составляет 2,5 В. Что это значит вообще? Это значит, что мы можем к этой модуле, сейчас я вырублю модуль, мы можем к этой модуле подключать аккумулятор, скажем, от мобильного, литий-ионовый аккумулятор на 3,7 В. И у нас на выходе будет 12 В выходного напряжения. А пересчетом делителя, резисторного делителя, мы можем снизить это напряжение до 5 В. То есть подавая на вход 3,7, на выходе получить 5 В. И сделать повербанк для мобильного телефона. Об этом я расскажу в следующем видеоролике. Если кто захочет именно видеть этот ролик, оставляйте свои лайки, поддерживайте лайки других. И сделаю ролик на эту тему. Долгожданный ролик, многие, в общем-то, просили. Насчет дросселя. Замена дросселя, я думаю, что нам ничего не даст. Почему? Потому что я вот попытался найти нормальный дроссель. Он на 6,8 микрогенри. Притащил сюда я блочек от компьютера. На нем тоже есть небольшие дросселя на ферритовых гантельках. Но они, увы, слишком малую индуктивность имеют. И не годятся для наших целей. Поэтому пока что оставлю вот этот дроссель. Затем я что-то другое найду. И вообще я собираюсь для повербанка усилить именно выход микросхемы с помощью дополнительного транзистора. Дальше мы добавим в нашу конструкцию платочку контроля заряда для литиевой батарейки. Или нескольких параллельно соединенных литиевых батарейок. Этим у нас будет вполне конкурентоспособный повербанк. С достаточно мощным выходом планируется ток до 2 А. На 1 А и на 2 А. И все это дело, самое главное, будет делаться на готовых модулях. Но я в конце дам полную схему. Так что если кто хочет, самостоятельно может повторить дума. Насчет законов. Насчет законов. Не знаю, пригодится ли этот расчет кому-то. Ну вот, сделать можете скрин. Если кому нужно. Так, на камеру. Не знаю, насколько хорошо будет видно. Ладно. Это в сторону. Так, я еще и расчет мощности сделал. Но, в принципе, это, думаю, мало кому волнует. Так, друзья, на сегодня все. Ссылка на этот кит-набор будет в описании. Не забываем оставлять свои отзывы и комментарии про дальнейшие видеоролики. В частности, про видеоролик с повербанком самодельным. Этот видеоролик затянулся на достаточно долгое время. Не знаю почему. По идее, простой кит-набор. Ну ладно, пускай будет. На этом все. Если хотите заработать на своих авторских видеороликах, не создавая своего авторского канала, то в описании есть ссылка, как сотрудничать и подписывайтесь на наш второй канал, веписхема.ор, где вы сможете заработать на своих видеороликах и получить от них вечный гонорар, пока существует именно канал, то есть пассивный доход. А на этом все. С вами, как всегда, был Ака Касьян. Пока.